Спор о том, кто же лучший баскетболист в истории НБА, Джордан или Леброн, кажется будет бесконечным. Можно сколь угодно заниматься этим, приводя статистику, количество командных и индивидуальных титулов, разбирая эпохи их выступлений и так далее и тому подобное. Но мы заинтересовались другой стороной этой медали. Нам стало интересно, кому отдают свое предпочтение не простые аналитики или рядовые фанаты по всему миру, а самые настоящие звезды НБА, которые выступали в лиге ранее, выступают уже давно или только начинают свой звездный путь. С вами Оранжевый Мяч и сегодня мы познакомимся с мнением 20 игроков НБА, которые высказывались на эту тему. Сразу предупреждаем, в один выпуск мы решили вставить именно эти имена по абсолютной случайности, не проводили никаких отборов, чтобы выставить Джордана или Леброна в лучшем свете. Помог великий рандом. Если вам зайдет этот ролик, то мы обязательно выпустим вторую часть уже с мнением других игроков. Поехали! А начнем мы с Дэмиана Лиларда. Звездный плеймейкер Портланда во время общения с поклонниками в Твиттере назвал игрока, которого считает лучшим в истории. По мнению Дэмиана, лучшим баскетболистом всех времен является шестикратный чемпион НБА в составе Чикаго Буллс Майкл Джордан. Он ответил фанату по-простому. Эм Джей. Легендарный защитник Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайан, естественно, поставил себя на первую строчку в списке величайших игроков баскетбол всех времен. Однако, интересным стало его дальнейшее распределение, которым и стало понятно его мнение на этот счет. На второй строчке в его рейтинге расположился Майкл Джордан, а уже на третий Леброн Джеймс. Хорошо, я лучший. Майкл Джордан второй, Леброн Джеймс третий. Приводит слова Коби Брайанта, яху. Такой провокационный вопрос был ему задан на позднем шоу с Джеймсом Кордоном. И из него понятно, что Эм Джей для него выше Леброна. Совсем недавно Кармелла Энтони назвал свою пятерку лучших игроков в истории этого вида спорта. В топ-5 не попали ни Леброн, ни Эм Джей. Но если Леброн смог хотя бы расположиться на так называемой виртуальной скамейке запасных, то его воздушество не попало даже в расширенный список игрока. В топ-5, по мнению Кармелла, попали такие легенды, как Мэджик Джонсон и Коби Брайан. Помимо этого, в пятерку были добавлены Кевин Гарнет и Хаким Алладжувон. Не забыл Энтони и про себя. Пятым игроком стал как раз он сам. Экс-игрок Детройта и сборной США Айзея Томас в эфире NBA TV заявил, что считает Леброна Джеймса круче Майкла Джордана и Коби Брайанта. С учетом всего сделанного, поставил бы на первое место именно Леброна. В нем мне нравится сочетание качеств. Это совершенный баскетболист. Майкл Джордан на втором месте. Он набирал очки, всегда был нацелен на победы, завоевывал титулы, ну и все остальное. Коби третий. Шакил О'Нил до сих пор полагает, что Эмджей все еще величайший игрок в истории. Но есть одно но. Он считает, что если звездный форвард Лейкерс будет продолжать в том же духе, то превзойдет по величию Эмджея. Леброн уже обогнал Коби и Джордана по очкам. Он будет подбираться к Кариму Абдулджабару. Думаю, он хочет обогнать и его. Полагаю, что Леброн очень хочет сравняться с Коби и Джорданом по чемпионским титулам. Если ему удастся повторить результат Майкла, люди, вероятно, будут намного больше склоняться к тому, чтобы считать, что Леброн был лучшим игроком в мире. Приводит слова Шакила в CBS Sports. Дуэйн Уэйд, называя свою версию топ-5 лучших игроков в лиге, прежде всего отметил именно Майкла Джордана, как лучшего игрока в истории. В пятерку Уэйда вошли и два его бывших одноклубника. Майкл Джордан лучший в истории. Это мой любимый игрок. Здесь же Леброн, Коби Брайант, Айлан Айверсон. Если мне надо выбрать еще одного, то это будет Шакил О'Нил. Сказал Уэйд. Очевидно, кому Дуэйн отдает свое предпочтение. Знаменитый игрок Dallas Mavericks Дирк Новицкий считает величайшим игроком именно Майкла Джордана. В своем твиттере он написал так. Джордан величайший игрок. А последний танец был великолепен. В 90-е я был большим поклонником Буллс. Увидеть так много вещей, о которых я не знал или забыл, это просто круто. Пол Пирс считает его воздушество Майкла Джордана величайшим игроком всех времен. Бывший игрок НБА в эфире ESPN назвал свою пятерку лучших баскетболистов в истории НБА. При этом ведущих и других экспертов удивило, что он не включил в ее состав Леброна от слова совсем. В пятерку Пирса попали Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Коби Брайант, Пилл Рассел и Карим Абдулджабар. При этом Трейси Макгрейди за отсутствие в его команде Джеймса предъявил Пирсу претензию, сказав, что тот даже не видел игры Рассела, к тому же Джеймс способен на гораздо большее, чем Джонсон. Вот такие вот дела. Кевин Гарнет также назвал Джордана лучшим игроком в истории и рассказал к тому же одну забавную историю. Как однажды он использовал трэш-токинг против легендарного Джордана и как он за это поплатился. Я даже не могу описать следующие 6-7 минут игры. Мы дважды нарушили правило 10 секунд. Разница в счете была 2 очка, а теперь мы проигрываем 25. У Майка было 18 очков, а теперь на его счету 40. Мы не могли набрать ни одного очка около 4 минут. Ситуация быстро испортилась. После этого я понял, что трэш-током с Джорданом лучше не заниматься. Цитирует Гарнета hotswipepop.com Рэй Аллен высказался довольно четко на этот счет. На мой взгляд, МД величайший. Леброн – продукт Джордана. Многие из тех качеств, что есть у Джеймса в его ДНК, исходят от Майкла. Все, кто говорят, что Леброн величайший, растут в сегодняшнюю эпоху. Они верят в вещи согласно своему воспитанию. И это абсолютно нормально. Но то, как Джордан повлиял на игру, он мертвый хваткой держал лигу и вселял страх во всех, потому что был неудержимым баскетболистом. Приводит слова Аллена Essential Sports. Экс-игрок НБА Ларри Хьюз, который был одноклубником Майкла Джордана в Washington Wizards и играл вместе с Леброном Джеймсом в Cleveland Cavaliers, выбрал величайшего между двумя баскетболистами. Я считаю, что Майкл Джордан величайший баскетболист всех времен. Символ Jumpman можно найти даже на кроссовках Леброна. Я действительно так смотрю на этот спор. Хотя Леброн не слишком сильно отстает. Если отвечать на вопрос и выбирать одного, то я назову Джордана. Но я никогда не буду дискредитировать то, что делает Леброн. Приводит слова Хьюза, NBA TV. В своем прощальном послании Коби слова Аллена Айверсона выглядели именно так. Очень трогательное послание, из которого понятно, что Леброн Джеймс с пониманием ответа даже не второй лучший игрок в истории. Интересно. Известный соперник Джордана Карл Мэллоун даже не включил Майкла в свой список величайших игроков всех времен. Зато туда попал Леброн Джеймс. А также такие звезды прошлого, как Джон Стоктон из Юты, Оскар Робертсон и Скотти Пиппен. Именно поэтому легко догадаться, что Леброн в его понимании гораздо выше Джордана. В 2015 году центровой еще тогда Хьюстона Дуайт Ховард в своем твиттере предложил выбрать величайшего баскетболиста всех времен. При этом ограничив круг кандидатов тремя игроками. В тройку лучших, по мнению центрового, входят Майкл Джордан, Карим Абдулджабар и Билл Рассел. Леброн не попал в ту тройку лучших игроков, по ему мнению. Соответственно, мы делаем вывод, что выбрал бы Дуайт Майкла Джордана. Винс Картер также не отличился особой изобретательностью и просто назвал тройку лучших игроков всех времен, по своему мнению. На первое место Картер поставил Майкла Джордана. Далее расположились Коби Брайант и Леброн Джеймс. 43-летний Картер играл против всех этих троих, но отметил, что при ранжировании ориентировался на показатели великих баскетболистах в финальных сериях. По мнению защитника, у продолжающего выступление Джеймса есть все шансы изменить существующий порядок, но надо дождаться момента завершения его карьеры, заявил Картер. Бывший игрок НБА Крис Бош назвал Леброна величайшим игроком лиги. Даже если просто посмотреть на мою карьеру, она была отличной и долгой, но что касается плей-офф, то я лишь дважды выходил туда, прежде чем уехать в Майами на 4 года. Это были единственные матчи плей-офф, в которых я принимал участие. Леброн же постоянно там играет. Иметь возможность играть так долго и выступать на столь высоком уровне, это просто потрясающе. Приводит слова Боша, Essentially Sports. Прославленный игрок НБА Стив Нэш стал гостем подкаста All The Smoke Стивена Джексона и Мэтта Барнса, где порассуждал о карьерах Майкла Джордана, Леброна и Коби Брайанта. Барнс попросил Нэша расставить игроков по порядку. Думаю, что Энджей всегда будет на первом месте. Говоря о Коби и Леброне, я понимаю, почему люди ставят Леброна туда, где он и должен быть, на первое или второе место. Если посмотреть на полную картину того, что сделал Леброн за свою карьеру, с этой точки зрения сложно спорить. Мне кажется, что в своем лучшем проявлении Коби находится рядом с каждым из них. Вероятнее всего назовут Джордана Леброна, а затем Коби, сказал Нэш. Легенда НБА, ныне аналитик ТНТ Чарльз Баркли, назвал свою версию топ-10 лучших игроков в истории баскетбола, сообщает Fadeaway World. Баркли перечислил игроков по порядку. В этом списке первым оказался Майкл Джордан. А Леброн Джеймс занял лишь седьмое место, пропустив впереди себя Коби Брайанта. После своего дебюта в лиге, Лука Дончич также назвал лучшего, по его мнению, игрока в истории. Его слова звучали так. «На прошлой неделе я сыграл против Леброна Джеймса. Это было что-то замечательное и очень особенное для меня. Он мой кумир. Это будет день, который я запомню навсегда. Но Майкл Джордан – лучший игрок, который когда-либо играл в баскетбол. Поэтому я не думаю, что могу сравниться с ним. У него отличная карьера, Майкл был лучшим. Следовательно, выяснилось, что Леброн – любимый игрок словенца. Но Джордан для него – лучший в истории лиги. Как-то так. Ну и последним игроком в нашем сегодняшнем списке станет молодая звезда лиги Джа Морранд. Парень изначально считал Леброна лучшим в истории, но все изменилось после одного случая. Морранд прокомментировал это так. «Раньше я не видел матчи Майкла Джордана, только нарезки с его участием. Понимаете? Последний танец дал мне возможность увидеть, кем на самом деле был Джордан. Как он играл, как он настраивался. Думаю, что он величайший игрок в истории. Раньше я считал таковым Леброна. Рос на его играх и следил за ним. Но сейчас все иначе», – рассказал Морранд в интервью, размещенном на странице журналистки Тейлон Рукс в Твиттере. А на этом наш список заканчивается. Это означает, что и ролик подходит к концу. Мы надеемся, что вам было интересно узнать мнение уважаемых в НБА игроков прошлого и настоящего. Каждый делает выводы для себя, соответственно, сам. Вы абсолютно вправе считать этих великих игроков лучшими в своих списках. Это все очень субъективно. А мы благодарим вас за просмотр. Надеемся, что вы подпишитесь на наш канал и поставите лайк под этим видео. Нам очень важна ваша поддержка. Пишите в комментариях фамилии игроков НБА, чье мнение на этот счет вы, возможно, хотели бы услышать во второй части подобного ролика. Будет интересно почитать. А мы с вами прощаемся. Любите баскетбол и до связи.